В 2019 году в ежегодном конкурсе по выбору областной новогодней столицы победил Кузоватовский район. Конкурс инициировал глава региона в 2016 году для поддержки проекта Федерального Министерства культуры новогодней столицы страны. Мы находимся в начале ноября, уже говорим о Новом годе, Ульяновской области. И поэтому я еще раз хочу искренне поблагодарить и поздравить вас всех, кто здесь собрался, прежде всего, конечно, кузоватовцев, с этим замечательным праздником, с этим замечательным событием. Потому что вы стали новогодней столицей Ульяновской области и будете как раз соответствовать или формировать то настроение, которое нас в 2020 году будет сопровождать. Сейчас ведется активная подготовка к масштабному новогоднему фестивалю в Кузоватово. Для празднования выбрана концепция новогоднего кругосветного путешествия. У гостей и жителей поселка появится замечательная возможность познакомиться с традициями встречи Нового года разных народов мира и загадать желание мордовскому Деду Морозу Якшама Ати. Мы понимаем, что позиционирование нашего региона, нашей родной Ульяновской области, прежде всего, это как центр культурных инициатив в Российской Федерации. Ну и, безусловно, в рамках посылы президента это воск туристической инвестиционной привлекательности Кузоватовского района как муниципального познавания нашего региона. Старт проекта «Новогодняя столица вокруг света за Новый год» пройдет 20 декабря и ознаменуется шумным гастрономическим фестивалем «Попробуй Новый год на вкус», а также пятым региональным конкурсом снежных скульптур в Царстве Снежной Королевы. 22 декабря планируется областной творческий конкурс под созвездием Близнецов или «Хотим Снегурочки». В тот же день откроется Земский театр, премьеры спектакля «Шелкунчик и Мышиный король», новогодний карнавал с участием представителей театральных коллективов муниципалитетов. 27 число декабря станет праздником для всех ульяновцев. В Кузоватого приедет настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. Все новогодние гуляния продлятся до 8 января включительно. Все темы настолько интересно раскрыты и представлены, что мне кажется, когда это все упакуется в туристическое предложение, народ сюда поедет, потому что только здесь можно, во-первых, увидеть морковского Деда Мороза. Но мы еще добились того, что 27 числа у нас здесь будет Дед Мороз из Великого Устюга. Глава региона высоко оценил уровень благоустройства новогодней столицы 2020. На площади Ленина воплотили в жизнь арт-концепцию, сделали качественное асфальтобетонное покрытие и современное уличное освещение, обустроили профессиональную сцену для выступления, поставили малые архитектурные формы. Здесь же появится большой город для детей уже в следующем году. В рамках третьего завершающего этапа благоустройства площади по программе «Комфортная городская среда». Наша площадь появилась еще в 1968 году. И можно сказать, что таких коренных изменений на нашей площади не было до 2017 года. То есть в 2017 году мы вступили в программу «Комфортная городская среда». И здесь у нас родился проект благоустройства площади, который предусматривает три этапа. Вот два этапа мы завершили. Жители приходят отдыхать на площадь Ленина целыми семьями. Здесь можно покататься на роликах и велосипеде, почитать книгу на удобных лавочках, послушать концерт местных коллективов вечером и весело провести время с детьми в сквере. Площадь просто стала очень удивительной. Настолько с теплотой, настолько с уютом это все сделано, потому что молодежь сюда идет постоянно, да, потому что такой площади нет ни у кого. В Ульяновской области это точно. И я думаю, что и нигде, в принципе, по России. Сергей Морозов посоветовал организаторам проекта украсить к Новому году еще и прекрасные ели, которые находятся на площади Ленина, а также поработать над рекламой туристической программы, чтобы не только ульяновцы, но и вся Россия могла познакомиться с местным колоритом и самобытностью района. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Управда ТВ.